приветствую всех на своем канале дом творчества и в этом видео уроке я покажу вам как сшить кошелек к нашей летней сумочке которую мы шили в прошлом мастер-классе кстати кто еще не видел этот мастер-класс посмотрите обязательно данный кошелек имеет 15 отделов для банковских карт три из них прозрачные также есть еще один интересный прозрачный карман куда можно поместить монеты и еще большой отдел на молнии для банкнот в которой кстати легко помещается и телефон ну а чтобы шить такой кошелек нам необходима деталь размером 40 на 12 сантиметров выкроила я ее из эко кожи которая уже имеет уплотнение если вдруг ваша кожа тонкая то обязательно используйте уплотнитель чтобы наш кошелечек держал форму для дисконтных карт я выкроила вот такую полоску ткани 150 на 13 сантиметров далее переходим к внутреннему карману и выкраиваем из эко кожи две детали размером 20 на 12 сантиметров и такого же размера две детали из подкладочной ткани а для прозрачных карманов я использую пленку от ученической обложки размером 8 с половиной на 20 сантиметров две таких детали выкроила и еще нам понадобится молния для прозрачного кармана длина молнии 18 сантиметров также нужно будет четыре полоски для обработки срезов три с половиной на двадцать три сантиметра 5 на 4 сантиметра и 6 на 4 сантиметра детали для того чтобы закрыть срез молнии а для хлястика выкраиваем полоску 4 на 9 из основной и подкладочной ткани из фурнитуры и нам еще понадобится комплект кнопок и молния длиной 28 сантиметров переходим к пошиву кошелька для этого берем нашу полоску ткани и ставим метки на расстоянии четыре с половиной шесть четыре с половиной шесть и так по всей детали но первую метку мы начнем ставить отступив от сгиба 8 сантиметров затем четыре с половиной шесть четыре с половиной и так далее затем идем на утюг и делаем гармошку да и еще чтобы укрепить вход в вот эти вот отдельчики я возьму полоску флизелина шириной 2 сантиметра и проклею ей с изнаночной стороны нашу подкладку вдоль линии сгиба дальше мы отложим 6 сантиметров затем четыре с половиной сантиметра и опять проклеим вход и вот таким образом у вас должна получиться такая гармошка теперь мы ее укладываем ровно можно даже закрепить булавками затем обязательно прострачиваем на швейной машинке чтобы вот эти все части наши отделы они не двигались и карман получился ровным теперь мы убираем подкладку в сторонку и переходим к лицевой части кошелька и ставим кнопки первую кнопку мы поставим на расстоянии два с половиной сантиметра от среза и по центру а со второй стороны нам нужно пришить хлястик для этого берем деталь 4 на 9 сантиметра и подкладку но как видите здесь подкладку я взяла большего размера потом подрежу затем на хлястике делаем закругленные края для этого я взяла вот такую бобину с нитками и нарисовала этот край теперь чтобы деталь получилась симметричная складываю хлястик пополам и подрезаю а дальше обтачиваем его подкладкой после чего вывернем и отстрочим по краю затем поставим вторую часть кнопки все кнопки поставили теперь настрачиваем хлястик на деталь кошелька отступаем два с половиной сантиметра находим середину на кошельке и находим середину на хлястике укладываем его лицом вниз и настрачиваем затем направляем данный хлястик вверх и еще раз настрачиваем закрепляя данный хлястик на кошельке хлястик готов далее находим середину на детали кошелька и укладываем на нее подкладку лицом к лицу совмещая центры расправляем подкладку и скалываем детали между собой в самом начале я рекомендую вам проверить чтобы начало входа в карман для кредитных карт у нас находился на одинаковом расстоянии от срезов как с одной так и с второй стороны поэтому промерьте проверьте подкладка у нас здесь получилось чуть длиннее но ничего страшного мы ее затем подрежем да и не забываем спрятать хлястик вовнутрь чтобы он у нас не попал под строчку а дальше обтачиваем детали кошелька подкладкой шириной шва 7 миллиметров оставляя отверстие для того чтобы вывернуть данную деталь и так кошелек я вывернула и уже выправила края и закрепила их прищепками а вот отверстие которое мы оставляли теперь нам нужно эти припуски отверстия направить вовнутрь и заколоть а дальше по всей детали прокладываем отделочную строчку все лицевая часть кошелька готова можем пока убрать ее в сторонку и переходим к внутренним карманам чтобы сделать этот карман нам необходимо окантовать один срез пленки а дальше на строчить этот карман на деталь кошелька по боковым срезом после чего делим это расстояние на 3 у меня получается 6 сантиметров 2 миллиметра намечаем линии и прострачиваем вот и все еще три кармана для дисконтных карт у меня готовы переходим карману на молнии а вот и сама наша молния смотрите один срез этой молнии я окантовала уже не стала показывать как тут понятно а на второй срез пристрочила полоску ткани теперь отгибаем эту полоску вверх и прокладываем отделочную строчку вдоль молнии затем настрачиваем молнию окантованным срезом на пленку предварительно конечно закрепив булавками после того как будет все готово укладываем эту деталь на деталь кошелька и настрачиваем его также по боковым срезом таким образом у нас получились вот такие интересные прозрачные карманы далее берем молнию длиной 28 сантиметров конец этой молнии я закрыла кусочком ткани и теперь пришьем ее к деталям кошелька но для начала я сделаю края этих деталей закругленными чтобы нам было проще пришивать эту молнию для этого берем деталь с кармана на молнии рисуем закругленный край используя всю ту же бобину с нитками затем берем вторую деталь кошелька складываем их изнанкой вовнутрь и подрезаем уголок а дальше укладываем молнию лицом вниз и закрепляем ее затем прострачиваем после чего берем деталь подкладки укладываем ее также лицом вниз и пришиваем к молнии все подрезаем лишнее и делаем надсечки по закругленному краю а лучше взять ножницы зигзаг и высечь эти уголки теперь выворачиваем и прокладываем отделочную строчку вдоль молнии а дальше нам останется пришить вторую часть кошелька кстати чтобы удобно было пришивать молнию я рекомендую вам сразу же сделать надсечки на молнии по закругленному уголку так она лучше будет выкладываться и еще можно молнию раскрыть от этого процесс обработки также станет намного легче и еще один карман почти готов теперь давайте примерим его вот так он будет вкладываться и видно что эта деталь чуть-чуть выступает и мне конечно хочется уменьшить ее для этого по боковому срезу срежем 1 сантиметр а по низу 7 миллиметров но перед тем как срезать я сначала проложу строчку на расстоянии от намеченной линии 5 миллиметров вовнутрь а затем уже срежу лишние дальше чтобы спрятать вот этот конец молнии я взяла кусок ткани сложила эту полоску пополам и закрываю этой полоской конец молнии теперь обработаем нижний срез кармана для этого я притачала полоску по нижнему срезу после чего этой полоской огибаем припуски нашего кошелька и закрепляем прищепками а дальше прострачиваем все наш карман готов а сейчас нам нужно эту часть вложить в деталь кошелька и закрепить ее шириной шва 1 сантиметр таким образом мы и закрепили вот эту внутреннюю часть кошелька все кошелек готов данную строчку прокладывать было несложно не пугайтесь так кошелек имеет небольшую толщину единственное на что обращу внимание смотрите внимательно чтобы под строчку у вас не попал бегунок и по самой молнии когда будете прострачивать делайте это аккуратно чтобы не поломать иглу сейчас вы видите кошелек получился такой немного гибкий но когда вы положите все свои дисконтные карты он станет очень плотным на этом я заканчиваю свой мастер-класс всем кому понравился этот видео урок не забудьте поставить пальчик вверх а с вами была светлана госпорович и до новых встреч друзья пока пока